Hey, you wacky wonderful Wednesday, Wilking! Когда Мэлони окончила школу, она присоединилась к сестре в Лос-Анджелесе, и девочки начали проходить все эти выступления, конкурсы и так далее вместе. Их даже предупреждали, что если они везде будут проходить эти прослушивания вместе, то у них значительно уменьшаются шансы на успех, но им было все равно. В какой-то момент сестры поняли, что сделать карьеру в танцевальном мире им помогут социальные сети, потому что даже на некоторых прослушиваниях у них спрашивали, сколько у них подписчиков. Так, сначала появился канал на ютубе, а позже аккаунт в тикток, и в результате девочки набрали больше трех миллионов подписчиков. Теперь это не были какие-то там Мэлони с Мирандой, теперь это были сестры Wilking, настоящий бренд. Успех в интернете принес им не только миллионы подписчиков, но и весьма прибыльные контракты. Девушки просто с невероятной скоростью мчались к славе. Но вдруг, несколько лет спустя, в 2022 году, на их официальном аккаунте мы видим лайф, где Мэлони и родители девочек плачут и рассказывают о том, что они хотят вернуть назад свою дочь. Но что случилось? Миранда тяжело заболела, может быть ее похитили или вообще что похуже? А вот и нет. И чтобы разобраться в этой сложной, длинной и с невероятным количеством имен истории, нам нужно сначала погрузиться в 2019 год, а потом и вовсе в 99-й. Поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе вкусного чая или кофе и давайте приступим. Также хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где больше лайв-контента. Если вам это интересно, то ссылка будет в описании. Лето — это время перемены новых возможностей. И пока я пытаюсь бороться с тополиным пухом и жарой в 35 градусов, многие выпускники выбирают универские программы для построения будущей успешной карьеры. Если вы как раз стремитесь реализоваться в сфере бизнеса и IT, советую присмотреться к Центральному университету. Это университет, созданный в партнерстве с Т-банком и другими компаниями, такими как Яндекс, ВК, НТС и Касперский. Университет работает на основе STEM-модели, а значит, студенты получают знания уже на практике и проходят обязательную стажировку в технологичной компании перед выпуском. В Центральном университете вы сможете выбрать программу, которая подходит именно вам. Разработка, бизнес-аналитика или искусственный интеллект. В ЦУ это очное обучение с кампусом в Москве, не переживайте, общежитие предоставят, которое поможет вам стать действительно востребованным специалистом на рынке и получить диплом гособразца. Среди преимуществ также ментор для каждого студента, свой карьерный центр и оплачиваемая стажировка в компаниях-партнерах. Как поступить? Перейдите по ссылке в описании и зарегистрируйтесь на первый этап отбора. Далее – тестирование и бизнес-игра. Комиссия, оценив ваши знания, лидерские качества и уровень мотивации, также может предложить вам грант, который даст скидку до 100% на все 4 года обучения. Грант не может быть аннулирован и отрабатывать его после выпуска тоже не нужно. А еще помимо гранта вы можете получить стипензию в 15 тысяч рублей ежемесячно. Изучите программы Центрального университета по ссылке в описании и воспользуйтесь возможностью получить образование в сфере бизнеса и IT со скидкой до 100%. Но мы возвращаемся к теме. Началось, когда Миранда и Мелани жили в Калифорнии. Их известность привела к тому, что им начали предлагать коллаборации другие танцоры, одним из которых стал Бидэш или Джеймс Деррик. Он уже на тот момент был достаточно популярным, даже успел съездить в мировое турне. И девочки отмечали, что его стиль танцев немного отличается от того, что танцуют они, но у них типа есть парочка идей, что можно придумать. Так, у них даже появился групповой чат вместе с Джеймсом, но спустя некоторое время Мелани оттуда удалили. Мелани это которая младшая. Естественно, ваше первое предположение, наверное, как и мое, как и предположение Мелани, это то, что Джеймсу понравилась старшая сестра, и они типа там вдвоем в чате флиртуют и все такое. Вот. Вообще-то да, так и оказалось. Миранда и Джеймс сначала поработали вместе над музыкальным клипом, а потом начали встречаться, и все выглядело очень серьезно. Джеймс даже познакомил Миранду со своими друзьями. И вот здесь первый пиковый момент. Вот это все их имена. Да, все нужно запоминать. Танцор Кевин Дэвис, давний друг Би Дэш, его девушка Кайлия Грей, Обри Фишер и его девушка Кайли Дуглас. Да, у нас с вами здесь сегодня Кайли и Кайлия. Я говорила, что будет непросто, друзья, терпение. И самый главный персонаж, спусковой крючок этой истории, Исайя Шин, видеограф. И в общем-то у этой компании все было вполне себе славно. Они ходили друг к другу в гости, снимали вместе тиктоки, гуляли, отдыхали и так далее. И однажды Исайя Шин привел всех к себе домой, к пастору Роберту Шину, его отцу. И здесь, наверное, стоит вставить ремарку о том, что американское общество в целом довольно-таки религиозное. И у них в порядке вещей прийти к своему корешу домой и обсудить Библию. Так что предложение пойти обсудить Бога для них не было удивительным, и они согласились без всякой задней мысли. В документальном фильме Обри рассказывает о том, как он впервые встретился с Робертом. Повзрослевший Обри снова хотел найти церковь и комьюнити, которая его примет. А Роберт как раз оказался рядом. После этого случая Обри вместе с остальными танцорами начали регулярно приходить домой к Исайе и Роберту Шину. Там они проводили буквально 2-3 часа, обсуждали Библию. Обри иногда там засиживался аж до ночи. Ну, в общем, им было там вполне хорошо и комфортно. Но за пределами этой обстановки все шло не так уж и гладко. Кевину, например, вообще приходилось спать в машине, потому что больше было негде. И финансово они испытывали большие трудности. Не будем забывать, что все люди из этой компании так или иначе принадлежат к медиа. В основном там танцоры, тиктокеры, которые развиваются на платформах. И постепенно у них это начинает получаться. Однако с приходом подписчиков стресса меньше не стало. Вроде и денег должно быть дофига, и бренды предлагают рекламу. Но такое ощущение, что без хорошего менеджмента это все абсолютно бессмысленно. Ведь зачастую блогер это сам для себя и менеджер, и оператор, и ведущий, и монтажер, и сценарист, и бухгалтер, и все-все-все. А это, скажу я вам, неплохо так треплет нервы. И когда Джеймс Деррик дома у Роберта в очередной раз пожаловался на все вот это, Роберту в голову пришла гениальнейшая идея создать продюсерскую компанию, во главе которой будет он сам. И назвать ее 7М. Он стал в этой компании руководителем, а его жена Ханна менеджером по талантам. Семейный бизнес, идиллия, ну просто сказка. И тут, дорогие друзья, я высыпаю на вас еще охапку имен. Если вы осилили первый уровень, то добро пожаловать на второй. Потому что эти запомнить тоже важно. К уже имеющимся танцорам присоединяется ник Райна и уже знакомая нам Миранда Уилкинг. Таким образом, небольшой клуб по чтению Библии снаружи начал выглядеть как тикток хаус, а внутри как ядро настоящей секты. Все это время младшая сестра Мелани никаким образом вообще не была причастна к этой компании друзей. Ее не звали, к Роберту Шину она не ходила и так далее. В 20-м году она начала замечать, что ее сестра Миранда как-то странно начала себя вести. Она стала более замкнутой и отстраненной. И в какой-то момент уже обеих сестер позвали на ужин к Роберту Шину. Конечно, на тот момент Мелани знала, что ее сестра ходит туда обсуждать Библию, что это дом пастора. Но то, что она там увидела, повергло ее в шок. В комнате стояла гробовая тишина. Во главе длинного стола сидел Роберт, а вокруг него остальные танцоры. Во время ужина Роберт спросил у Мелани, считает ли она себя грешницей. И Мелани отшутилась, мол, ха-ха-ха, нет. На что Роберт ответил, что если бы она умерла прямо сейчас, то попала бы непременно в ад. И ей обязательно нужно замолить свои грехи. Благо, он может ей помочь. Помощь была, мягко говоря, странная. После ужина все сели в круг и взялись за руки. А посередине сел Роберт и стал наглаживать голову Мелани. Танцоры начали говорить на иных языках. Если что, это все выглядит примерно вот так. Это уже походило не на дружеский ужин, а на настоящую такую секту. Но Мелани это, кстати, не испугало. Она сказала, что она сидела в кругу людей, которым она доверяла. И в целом, да, это немного странновато, но ничего прям такого ужасного она в этом не увидела. Тем временем, Роберт продолжал все больше и больше ограничивать ребят. Он предложил даже переехать к нему в дом. В очередной день Миранда собиралась пойти в церковь на службу. А Мелани не позвали. Ну и ладно, собственно говоря. Она собиралась все равно поехать в аэропорт, чтобы встретить своего друга. Вдруг дочка Роберта позвонила Мелани и сказала, срочно приезжай на службу в церковь. Мелани сказала, нет, типа, я не могу сегодня, у меня уже другие планы. И вот я должна друга забрать из аэропорта. На что дочка пастера ответила ей, нет, сажай срочно друга в такси и приезжай. Это очень важно. В какой-то момент Мелани начала замечать, что пастор как-то слишком контролирует жизнь членов этой общины и перестала совсем ездить в эту церковь. Но Роберт останавливаться не планировал. Сначала он предложил танцорам снять тикток у них дома, потом он начал выбирать за них песни и одежду. Конечно, тиктокеры не были в восторге от этой идеи, но подчинились. И здесь просмотры пошли вверх. Они молниеносно стали популярными. Теперь у них не просто была парочка видосов, которая хорошо набрала просмотров. Нет, теперь у каждого из них были миллионы подписчиков. И все были уверены, что это заслуга Роберта. И очевидно, божьей воли. Роберт бил в самое больное место. Желание монетизировать любимое дело. Даже сами танцоры это признавали. Они говорили, что это желание зарабатывать много на танцах делало их уязвимыми. Тут и начались большие контракты с большими брендами. Однако львиную часть этих доходов сами тиктокеры не видели. Более 70% забирал Роберт. А Миранда тем временем все сильнее отдалялась от семьи. Я напомню, что этот блог называется «Сестры Уилкинг». Поэтому давайте снова вернемся к ним. Миранда перестала звонить родителям. Постоянно где-то пропадала и оставляла сестру дома одну. В это же время между ее банковскими счетами перемещались откуда-то взявшиеся тысячи долларов. Пиковой ситуацией стала, когда скончался дедушка Миранды. Тот самый, которого в документальном фильме, опять же, называют ее вторым папой. С которым они были очень близки. Естественно, все ожидали, что Миранда приедет на похороны. Но она ответила отказом. И знаете, по какой причине? У нее положительный тест на коронавирус. После этого она бросила трубку и перестала отвечать на сообщения. Естественно, ее родители были очень взволнованы, что даже позвонили в полицию. Полицейские сказали родителям, что у Миранды все хорошо, а она находится дома со своей подругой. Родители такие, какой подругой? Подругой Хлоей, дочкой пастора Роба. Тогда родители просто охуели и даже приехали в Лос-Анджелес, чтобы удостовериться в том, что с Мирандой точно все хорошо. Но она не горела желанием с ними разговаривать и сказала, что если они хотят, чтобы она поехала на похороны, то ей должен дать разрешение кто-то более близкий к Богу. Это цитата. Коллеги Миранды по секте рассказывали, что она была ужасно раздавлена и очень хотела поехать, но ее не отпустили домой. Как и у многих других сект, главной целью секты Роберта было изолировать участников от людей, которые были им близкими. Это семья, друзья и так далее. Потому что в таком случае они смогут стать более податливыми и уязвимыми. Секты создают у человека иллюзию, что все остальные вокруг такие глупые и примитивные, а люди, которые внутри этой секты, просветленные и знающие. А когда вокруг нас нет людей, которым мы доверяем и которые могут вовремя вправить нам мозги, мы становимся какими-то уж совсем манипулируемыми. У Роберта была концепция смерти для себя и своих близких. Это означало скорее, что члены секты перерождаются в более хорошего человека и пытаются очистить свои собственные грехи и грехи своей семьи. Поэтому с ними лучше не общаться. А Миранда по старой доброй традиции, перерождаясь в новую себя, покрасила волосы и постригла каре. В августе 21 года Миранда и Джеймс обручились. Ее родители узнали об этом через социальные сети. Она не позвонила им, не написала и решила вообще лично такую новость не сообщать. Хотя знала, что Мелани очень сильно с детства хотела быть подружкой невесты на свадьбе Миранды. И это стало последней каплей. Семья Миранды связалась с семьями других танцоров, которые оказались в секте. Одной из них стала семья Ника Раяна. Это еще один тиктокер-сектант, я о нем уже упоминала. Ждать помощи от полиции было бесполезно. Все участники были дееспособными и взрослыми свершеннолетними людьми. Поэтому пока к ним не применяется насилие, в полицию подавать бессмысленно. В декабре 2021 года Мелани схватилась за последний шанс увидеться с сестрой. И поехала к ней на выступление по случаю Рождества. После такой долгой разлуки она ждала бурных чувств, эмоций, даже слез, возможно. Но ничего этого не было. У Мелани возникло ощущение, что она обнимается с гладильной доской. Да, конечно, объятье было. Но за Мирандой как будто бы не стояло человека. Она была абсолютно деревянная и безэмоциональная. Тем временем подписчики начали замечать, что на канале сестры Уилкинг осталась только Мелани. И начали задавать вопросы. Но Миранде было, кажется, совершенно все равно. И она не собиралась выходить на связь с Мелани абсолютно. И даже в день рождения Миранды, когда Мелани поздравила ее под постом в инстаграме, Миранда свою сестру заблокировала. Короче, в конечном счете, родители и Мелани решили, что так больше нельзя. И начали тот самый лайв в инстаграме. Видео мгновенно стало вирусным, а внутри секты появилась какая-то напряженная атмосфера. И все ее члены начали сразу же выпускать посты о том, что все не так однозначно. А Миранда публично заявила, что никакая она не заложница и никто ни к чему ее не принуждает. В это время в социальных сетях история о тикток-секте начала набирать все больше популярности. Крупные издания выпрашивали интервью у участников, но те их абсолютно игнорировали. Рекламные контракты прерывались. Появлялись целые аккаунты в тиктоке и в инстаграме с теориями о том, что же там на самом деле происходит. И начали появляться люди, которые были в секте Роберта еще в 90-х годах. Запомните этот момент, мы к нему еще вернемся. Тут Роберт начал паниковать и сделал правила еще строже. Он попросил танцоров подписать соглашение о неразглашении. Кто-то согласился, а до некоторых все-таки дошло, что такие просьбы о конфиденциальности вне церкви и вне кабинки для исповедей это уже ненормально. Танцоры наконец-то начали разговаривать друг с другом о том, что что-то происходит неладное. И до них доходит. Они в секте. И тут пришло время перенестись на 30 лет назад, к моменту, когда Роберт только основал свою церковь. Оказывается, еще раньше жертвами этой секты стали две другие сестры. И по забавному совпадению, одну из них тоже зовут Мелани. И да, я предупреждала, что здесь прям какой-то кошмар с именами. Я сама не в восторге, но он как есть. Роберт Шин не нуждался в тиктоке, чтобы манипулировать членами своей паствы. Его церковь под названием Шекина появилась в 1994 году, а в 99 началась история сестер Ли, Присциллы и Мелани. Девушки родились в Южной Корее. Отец ушел из семьи, а мать боролась с алкогольной и игровой зависимостями. После переезда в Лос-Анджелес девушки остались предоставлены друг другу. Их мать могла пропадать неизвестно где и неизвестно насколько. Присцилла, старшая сестра, очень строго относилась к Мелани и запрещала ей даже заводить друзей в школе, потому что думала, что те могут посадить ее на наркотики. В итоге у Мелани был только один друг, Марк. Одинокие и изолированные от общества сестры стали идеальной добычей для Роберта. В церкви на тот момент было около 15 человек. И сначала к церкви присоединилась Мелани, а вслед за ней и Присцилла. Молодые корейские эмигрантки наконец-то получили ту любовь и заботу, о которых так сильно мечтали. И начиналось все естественно невинно. Песни, пляски, танцы, поддержка, забота, ну вы знаете. Так сложилось, что корейские эмигранты ходят в церковь. Не только из-за веры, но и в поисках системы поддержки. Когда приходишь в такую церковь, тебя автоматически принимают. Мне этого очень не хватало. Момент, когда девушки окончательно поверили, что Роберт святой, наступил в 2005 году. У Мелани тогда была ужасная сыпь. Она не могла спать от боли, но врачи ничем не могли ей помочь. А тут как раз пришло время ее крещения. Роберт окунул ее в воду на речке, и через два дня сыпь прошла. Какой же это был удобный и красивый момент для Роберта. Тут все и уверовали в том, что он действительно посланник Божий. А еще Роберт всех убедил, что путь к Богу лежит не через веру, а через него. Короче, его слова впечатлили всех. А особенно Присциллу, чьей жизненной целью стало не попасть ни в коем случае в ад. Постепенно милая религиозная община становилась все более и более закрытой. Члены церкви начали жить вместе. И, конечно, кто с кем живет, определял Роберт. Поэтому Присцилла и Мелани жили раздельно. В этих домах были строгие правила. Подъем в 5 утра, молитва в церкви в 6, отбой в 10. Общаться с кем-то кроме своего соседа нельзя. Есть нужно, что дают. Вдобавок, члены церкви доносили друг на друга. Так у всех сформировалось убеждение, что никому, даже самым близким, нельзя доверять. Конечно, Роберт не был бы самим собой, если бы не придумал, как заработать на своей пастве. Тикток-звезд у него пока не было, и он изобрел другую схему. Роберт набирал в церковь уязвимых молодых людей, в основном иммигрантов, и устраивал их на работу в свои предприятия. Кафе, цветочные магазины, риэлторские компании и ипотечные. Он платил им в лучшем случае 100 долларов в неделю, а остальные деньги забирал себе. У жены Роберта, Ханны, был полный доступ к банковским аккаунтам членов церкви. Члены секты старались работать усерднее, лишь бы пастор Роберт их похвалил. И наоборот, они очень сильно боялись публичного унижения им. Так Роберт культивировал мысль о том, что все участники должны просто бороться за его внимание. В 2008 году в церкви начались волнения. На проповедь вбежали шесть девушек и уверяли всех в том, что Роберт их изнасиловал. Роберт откровенно манипулировал ими и говорил, что если сейчас эти девушки с ним переспят, то потом он сделает их своей женой, и тогда они тоже станут божьими посланницами. А там недалеко и обещанное спасение от ада. Но вот загвоздка, Роберт уже был женат, но не потрудился об этом сообщить девушкам, которым предлагал переспать. После этого публичного обвинения сестра Роберта сказала, что он должен понести ответственность за свои поступки. Но, естественно, у Роберта у нас язык кучерявый, он умеет выкручиваться, видимо, из любых ситуаций, и эту он тоже обернул в свою пользу. В этот раз он сказал, что он все-таки мужчина и иногда поддается соблазнам, и вообще это эти девушки его соблазнили. Ему очень тяжело, он просит прощения за свои грехи, короче, всех это растрогало, но тем не менее сестра Роберта покинула секту, как, к счастью, и большинство женщин. И из-за того, что ушла сестра Роберта, освободилась вакансия главного менеджера. И главным менеджером стала Присцилла. А ее младшей сестре досталась роль еще хуже. Однажды Роберт пригласил Мелани Ли к себе в гости. Он сказал ей, что пришла пора расплатиться за все хорошее, что он для нее сделал. Роберт попросил Мелани сделать ему массаж. И раз уж он такой посланник божий, то ему, как царю Давиду, положено иметь любовниц. И предложил Мелани стать одной из них. Хотя я сомневаюсь, что здесь можно использовать слово «предложил», потому что предложение все-таки подразумевает то, что у человека есть две опции – согласиться и отказаться. Мелани отказаться не могла. И вот помните, я рассказывала о том, что у Мелани Ли был один единственный лучший друг – Марк. Она ему все рассказала, и тот попытался ей объяснить, что все, что происходит в этой секте – это просто безумно. Мелани, к счастью, ему поверила, и они начали планировать побег. Она уже собрала сумку и готовилась переезжать в ближайшее время. Но тут к ней подходит Роберт и говорит, мол, «Мелани, слушай, а ты не могла бы переспать еще вот с тем членом секты другим?» Тут девушка поняла, бежать надо сейчас, ждать некогда. И хотя Мелани уже не надеялась вернуть сестру, до сих пор каждый раз переезжая, она искала дом с дополнительной гостевой спальней для Присциллы. Но после этого побега Роберту удалось убедить Присциллу в том, что сестра ее предала, и теперь Присцилле нужно замаливать грехи не только за себя, но и за нее, для того, чтобы вы обе в ад не попали. С Присциллой, кстати, история повторилась. Опять массажи, опять изнасилование, и тут у нее появляются мысли о самовействии. Девушке становилось все хуже, у нее болел живот, начиналась изжога, рвота, и когда она рассказала об этом Роберту, он убедил ее, что через сенс он очищает ее, и это зло выходит из ее тела таким образом. Она верила, что в ее теле живут демоны, и вот это продолжалось еще 10 лет. В конце концов, она почти перестала выходить из дома, и даже не открывала окна. В 2022 году жена Роберта Ханна, видимо, уставшая от постоянных измен, решила разнести в пух и прах комнату Присциллы. И у меня, конечно, к этой женщине тоже вопросы, потому что она своему мужу комнату разнести не захотела. Так или иначе, Роберт попытался опять сгладить углы и донести до Присциллы, что такое поведение нормально. И вот здесь девушка поняла, что она лучше в ад попадет, чем продолжит жить так. Присцилла покинула секту, пробыв там 23 года. Она потратила на эту общину лучшие годы своей жизни, пока Роберт наслаждался своими. Все это не прошло для нее бесследно. Она до сих пор сомневается в правильности своего поступка. У нее напряженные отношения с сестрой, и она все еще думает о самоубийстве. Иногда она хочет вернуться и все еще слушает проповеди Роберта онлайн. И так как Роберт говорил, что для тех, кто ушел из церкви, закрыт путь на небеса, она верит, что попадет в ад. Но вернемся к нашим тиктокерам, которые тоже постепенно начали покидать секту. В том же 22 году Дэниел Джозеф, Хлоя, Кирин Дэвис и Кайли тоже ушли. И ничего, ад не разверся под их ногами, и это только придало силы тем членам секты, которые все еще в ней оставались, и они тоже оттуда ушли. У некоторых из них сейчас вполне счастливая жизнь. Кайли преподает танцы, Кевин ездил в турне вместе с Бейонсе, выпустил сингл и снялся для Луи Витон. Обри до сих пор публикует танцевальные видео в инстаграме и тиктоке, и тоже выпустил сингл. В общине оставалась еще половина танцоров. Родители ожидали, что Миранда и Ник тоже ее покинут, но нет. Мама Ника все еще пытается писать ему. Каждый день она ищет что-то, что могло бы напомнить ему о его прошлой жизни, и отправляет ему фото. Семья Миранды встретилась с Мелани Ли и обсудила с ними происходящее. Мелани уверена, что продолжая поддерживать общение с Мирандой на ее правилах, они только поощряют ее пребывание в секте. А Присцилла решила, что она обязана отомстить Роберту, и сейчас пытается подать на него в суд. Это очень трудно, потому что я уже говорила, пока члены секты не начинают нарушать законы, это все считается вполне себе легальным. И поэтому Присцилла настаивает в этих судебных разбирательствах на том, что девочки были изнасилованы. Но в таком случае Присцилле и ее команде нужны были свидетели, а бывшие члены секты боялись мести Роберта. И в итоге нашлись анонимные свидетельницы, которые рассказали уже знакомую нам историю. Массажи, все более и более интимные прикосновения и сам акт преступления. Кайли, одна из тиктокер, что же рассказала свою историю, как Роберт однажды хотел размять ей спину после тяжелого трудового дня. Но, естественно, трогал он отнюдь не ее спину, но уверял в том, что он посланник божий и не может сделать ничего плохого. Естественно, плохое случилось. Полиция требовала еще больше свидетелей. Присцилла тоже согласилась рассказать свою историю, хотя все, чего ей хотелось, это забыть об этой ситуации навсегда. Несмотря на все эти обвинения, против Шина до сих пор не возбуждено уголовное дело. И он даже пошел в ответное наступление, потому что он начал подавать иски за клевету. За что те тоже начали подавать иски. Короче, началась уже полнейшая бюрократия. Последний иск против Роберта о мошенничестве и принуждении к труду будет рассмотрен только в году 2025. Поэтому ждем. А Миранда тем временем опровергла все обвинения против Роберта. А еще она признала, что она, конечно, любит своих родителей и сестру, но они сейчас просто не сходятся во взглядах. Это цитата. Документалку Dancing for the Devil она назвала односторонней историей, добавив, что отдала свою жизнь Иисусу Христу. Муж Миранды тоже осудил документальный фильм, а ник Раяна, до которого все это время пытались достучаться родители, и выходит с ними на связь. Он их снова игнорирует, а если и пишет, то ощущение, что эти письма пишет другой человек. В заключение, хотелось бы сказать, что секты являются для меня одним из самых страшных преступлений, потому что они манипулируют банальным человеческим желанием быть любимыми. И вот, неважно, верите вы в жизнь после смерти или нет, я надеюсь, что для таких людей, как Роберт Шин, в аду приготовлен отдельный котел. Такая интересная нота для завершения сегодняшнего видео. Если вам оно понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Также не забывайте о том, что у меня есть канал Boosty. Все ссылки будут в описании. Ну, а я благодарю людей, которые на него уже подписаны. Также у меня есть телеграм-канал, и все ссылки будут в описании. Но у меня на сегодня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok